Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я пищевой технолог, нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый образ жизни в удовольствие. И сегодня я решила снять вам приготовление моего завтрака, как вот я себе реально в жизни делаю каждое утро. Завтрак у меня всегда один и тот же, но это не значит, что и вам нужно так же делать. Вариантов, комбинацию нутриентов огромное количество. Сегодня мы разберем один из них. Примерно такое же видео про свой вариант завтрака я снимала примерно полтора года назад. Ссылочка на данный выпуск будет здесь внизу. И сегодня я просто повторю, так сказать, пройденный материал, нашу формулу сытости, любимую, по которой классно делать свои приемы пищи, чтобы они были и нутритивно богатыми, то есть насыщали нас витаминами, минералами, макроэлементами, микроэлементами различными, давали вклад в нашу суточную потребность по калорийности и также давали нам длительное насыщение на 4 часа, 5 часов, высокий уровень энергии и так далее. Регулируя количество каждого из составляющих завтрака на нашей тарелке, согласно нашим личным потребностям, мы можем делать насыщение либо меньше, либо его удлинять. Как это делать, мы сегодня с вами еще раз разберем и повторим. Для того, чтобы сделать прием пищи нутритивно богатый и дающий длительную сытость, я рекомендую пользоваться формулой долгой сытости. Она подходит и для завтрака, и для обеда, и для ужина, и вообще для любого приема пищи. Долгая сытость и высокая нутритивная ценность равно твердый белок, сложные углеводы, клетчатка, жиры с акцентом на омега-3 и омега-9 жирные кислоты равно длительное насыщение. Меняя консистенцию, либо меняя состав каждого из этих ингредиентов или его количество, соответственно, мы регулируем чувство сытости и вносим какие-то дополнительные нутриенты в наш прием пищи. Итак, сейчас готовлю завтрак. Завтраку я всегда примерно в 7.15, в 7.20, вот так встаю каждый день в 7.00, даже в выходные. На завтрак у меня идут вот такие вот хлопья. В прошлом выпуске у меня были хлопья Геркулес-Монастырские. Сейчас, согласно моему личному образу жизни, моей личной физической активности, моему графику дня, распорядку тренировок, мне более подходят вот такие хлопья-самокат. Я использую номер 3. Овсяные, мелкие, изрезанные крупы быстрого приготовления. То есть они без сахара, это чисто хлопья. Они мелкие именно для быстрого приготовления, потому что лично мне так выгоднее включать именно данный продукт. То, что вам выгодно, какой источник углеводов, здесь, соответственно, решаете вы. То есть про эти хлопья можно что сказать? Конечно, они будут по нутриентам победнее, чем, допустим, Геркулес-Монастырский, потому что это более крупные хлопья для долгой варки. Еще больше нутриентов, еще большая нутритивная ценность будет в цельном зерне овса и в других нерафинированных цельных крупах. То есть чем сильнее очищено зерно, чем оно такое более резаное, мелкое, более быстро варится и готовится, тем, конечно, нутритивная ценность там будет меньше. Но зато оно и усваиваться будет быстрее. То есть мне здесь, в принципе, очень долгая сытость не нужна, потому что у меня тренировка в первой половине дня. И для меня оптимально сейчас именно вот такие хлопья. Примерно, наверное, год назад я перешла, может быть, чуть меньше, с герклеса монастырского на вот такие вот маленькие хлопья. Я их не варю в кипящей воде, как написано здесь вот на упаковочке в инструкции. Я их засыпаю в такую вот тарелочку, она у меня глубокая. Все делаю на глаз. Калории я не считаю уже очень много лет, наверное, лет 6-7 калорий. Вообще не считаю. В принципе, мне все равно, сколько калорий я набираю. Я знаю свою порцию, я знаю свой композит тела, я знаю, что мне нужно сделать, какого нутриента прибавить или убавить, или там что скорректировать в моем меню для того, чтобы выйти на тот композит тела, который мне нужен, который мне нравится, чтобы увеличить уровень энергии или что-то другое сделать. Я просто насыпаю здесь на глаз. И вообще считаю, что принцип подсчета калорий – это принцип очень временный. Он загоняет в очень узкие рамки, и можно сосредоточиться на этих цифрах, и на самом деле загнаться, можно так сказать, отойти от комфортного построения своего рациона питания в дальнейшем. Молоко я тоже не пью уже 8 лет. Вот так вообще никакие молочные продукты не употребляю, кроме твердого сыра. Потом покажу вам его. Он у меня так и остался. Соответственно, я готовлю на воде различные альтернативы молока. Я не вижу смысла вводить в рацион вообще. Для меня на вопрос, зачем они мне нужны, для меня мой ответ – это не зачем. Потому что в большинстве случаев это разведенная просто мука какая-то, мучится овсяная, допустим, с водой. Зачем мне нужен еще более простой углевод в моем рационе? Если у меня есть свою норму углеводов, я набираю теми углеводами, которые мне нужны. И на самом деле любое растительное молоко – это, конечно, не альтернатива полноценная ни по белку, потому что белок в коробе молоке у нас полноценный, содержит полный набор аминокислот в растительном молоке, не полноценный ни по жирам, ни по количеству различных там нутриентов, сколько бы производитель не добавлял туда карбоната, кальция, витамина В12. Ну хорошо, что добавляют. Далее, что еще обычно? Рибофлавин добавляют, другие витамины какие-то. Лучше всего усваиваются всегда и кальций, и фосфор, конечно же, из продуктов животного происхождения. Поэтому если у вас стоит такая задача заменять молоко животного происхождения на молоко растительного происхождения, нужно очень хорошо подумать, зачем вам это нужно. Вот у меня реакция на молоко, кожная реакция, соответственно. И именно поэтому несколько лет назад, лет 8 назад, я начала выводить молочные продукты, и, соответственно, оставила сыр как концентрат фосфора, кальция, которые классно усваиваются в виде органических соединений, а не в виде карбоната кальция, неорганического соединения, которые обычно добавляют в молоко растительного происхождения, и на которые, надеяться, не нужно. Он усваивается только у людей, у которых идеальное питание, и все идеально со желудочно-кишечным трактом. Итак, я заливаю мою прекрасную кашу просто самой обыкновенной водой. Раньше у меня была минеральная вода, сейчас у нас вот фильтр стоит, и я фильтрованную воду заливаю. До того, как поставить кашу в микроволновку, я добавляю туда ягоды, но не все. Обычно я пользуюсь ягодами. Сейчас из вкус вилла. В моем рационе на постоянной основе это клубника, вот такая, все вкус вилл. Это смородина, вот у меня волшебный пакетик, он у меня открытой ягодки, лежит в холодильнике. Я его просто вытаскиваю, ставлю и сюда насыпаю. У меня это клубника, это черная смородина, это вишня, концентраты антиоксидантов и витамина С. Если вам нужно набрать норму витамина С, добавляйте свежие ягоды, свежую зелень, различные, не варенья различные, а вот как раз круглогодично можно прекрасно набирать норму витамина С и перебирать на самом деле в несколько раз, но это не страшно, это наоборот вот так классно. Витамин С у нас постоянно расходуется в различных биохимических реакциях нашего организма, и соответственно, как водорастворимый витамин, его нужно набирать каждый день из питания. Ссылочка у меня есть здесь внизу под видео на отдельный выпуск про витамин С. Итак, ягодки вот эти достаточно крупные, поэтому я их кладу сначала, беру такие вот покрупнее, иногда прям насыпаю, сейчас возьму рукой и отправляю мою кашку в микроволновку вместе с этими ягодами. Как я уже говорила, микроволновкой пользоваться можно. Микроволновка это прекрасное изобретение человечества для того, чтобы заботиться о своем здоровье и ускорить процесс приготовления пищи. У меня есть отдельное видео про то, что микроволновкой пользоваться можно. Она проходит все стандарты безопасности на производствах, ссылочка здесь внизу. Микроволновка должна быть исправна, соответственно, и она очень классно сохраняет все витамины и минералы в продукте. Почему? Потому что при приготовлении это происходит быстрее, даже разморозка быстрее происходит. А чем быстрее мы размораживаем, тем лучше сохраняются витамины и минералы. Никакого канцерогенного действия на продукты исправная микроволновка не производит. Микроволновка прекрасный инструмент для облегчения жизни и создания своего здоровья. Так ее и нужно воспринимать. Прекрасная волшебная микроволновка. Я ставлю примерно на полторы-две минуты. То есть у меня нет сейчас задачи сделать достаточно твердый такой вот углевод, как я часто говорю, аль денте. Именно для меня. У вас может быть задача другая, то есть вам может быть рациональнее будет использовать или гречневую крупу более цельную, либо перловую крупу, либо полбу, либо хлопья более крупные. То есть может быть вам нужна более длительная сытость и задачи у вас другие. Но у меня задачи свои, поэтому мне нужно так. Пока у меня готовится моя прекрасная каша, я ставлю яйца. Яйца я жарю на сковороде Тефаль. Сковородами с антипригарным покрытием пользоваться можно. Никаких канцерогенных веществ они не выделяют. Множество исследований есть. У меня есть отдельное видео про сковородки Тефаль. Ссылочка здесь внизу про антипригарное покрытие. Что же это такое? Что такое Тефлон? Какие там используются различные материалы? Но при этом всегда посудой нужно пользоваться, когда она исправна, когда нет различных повреждений, царапин. Несмотря на то, что сковородка с антипригарным покрытием, то есть в принципе жирами пользоваться не нужно, никакими маслами. Да это и не нужно для человека 21 века, потому что у нас не такая огромная физическая активность, чтобы еще в калорийность рациона впихивать какие-то термообработанные жиры для жарки птиц, рыбы, мяса и так далее. И так жиры из продуктов животного происхождения прекрасно выходят на жарочную поверхность и ничего не прилипает. Плюс покупаем классные сковородки и наслаждаемся неприлипающими к ним продуктами. Но мне нравится, когда яичко такое вот в маслице. Поэтому я использую для жарки масло оливковое. Это вот такое экстра-верджин нерафинированное масло оливковое. Можно использовать для жарки, если это жарка кратковременная. Там много омега-9 жирных кислот. Окисляются они не так быстро, как омега-3. Допустим, так как связи двойных в омега-9 алиновой жирной кислоте не так много. Тоненьким слоем я чуть-чуть наношу. И все это волшебной кистью, как художник, распределяю по поверхности. Вот многовато сейчас на самом деле нанесла. Обычно у меня один пшик уходит и все. Ну да ладно, сегодня будет вот так вот пожирнее. Итак, с утра я использую одно яйцо. Мне достаточно. У вас может быть другая физическая активность, другие цели и другой образ жизни. И другой распорядок дня. Мне достаточно. Основную норму белка я набираю после тренировки в составе обеда и ужина. То есть, чтобы у меня не было тяжести на тренировке, чтобы я себя хорошо чувствовала. Я беру себе достаточно быстрые углеводы, легко развариваемые. И белок, который очень быстро усваивается. То есть, яйцо это высокий процент белка, хорошие жиры здесь и насыщенные, и мононенасыщенные. И чуть-чуть полиненасыщенных жирных кислот. Здесь витамин D, здесь ретинол, витамин А, кальций, фосфор и так далее. Различные каротиноиды. Это твердый белок у нас из формулы. Он дает длительную сытость. Если у вас в составе завтрака нет твердого белка и только каша, на длительную сытость не надейтесь. И, соответственно, данный углевод, который у меня сейчас пикает здесь в микроволновке, мои хлопья, это, я бы сказала, достаточно легко усвояемый углевод. Потому что клетчатки там меньше, чем в крупах. Витамина группы В там меньше, магния там меньше и так далее. Но при этом он мне дает нужный мне уровень энергии, который меня заряжает на тренировке. Это не тяжелый продукт, но не такой тяжелый. Там не так много клетчатки для меня лично. Допустим, как в гречном крупе или как в буром рисе и так далее. Эти крупы я уже отодвигаю на обед и на ужин. То есть в обед и в ужин у меня есть сложный углевод. И это нерафинированная крупа. Крупа у меня, моя кашечка, разварилась. Это мой легко усвояемый углевод. И пока у меня яйцо готовится, я просто насыпаю другие ягоды. У меня здесь вишня. Спелые вишни, помните, на солнышко вышли. Рекламировали сок, но соки, конечно, это совершенно не оптимальный продукт для ежедневного рациона. Жидкие калории, без нутритивной ценности. А мы здесь берем ягодки с огромным количеством антиоксидантов, клетчатки. Они пролонгируют насыщение и замедляют поступление глюкозы в кровь. Тем самым, делая наш и гормональный фон стабильным, и пищевое поведение стабильным. И убирая тягу к сладкому и жирному. Мое яичко уже готово. Я это все делаю. Выключаю и выкладываю яичко мое на тарелочку. Таким образом, прекрасно оно сходит. Вот чуть-чуть у меня маслица здесь есть. И вот, кстати, вот такая лопаточка, очень удобная от Тифа. Лопатками из дерева я не пользуюсь. Мне неудобно ими пользоваться, поэтому вот так. Вот я насыпала немножко вишни. В принципе, я иногда могу и подогреть это все дело. Чуть-чуть, чтобы вишенка у меня была такая более разогретая, не такая холодная. А могу съесть и так. У меня по-разному, по настроению. И дальше я сыплю тоже ягоды замороженные. Сыплю черную смородину. Это концентрат по количеству антиоксидантов, биофлавоноидов, антоцианов, кверцетина, рутина. То есть это вообще волшебная ягода. Если говорить о ягодах, то нашему русскому человеку, конечно, более привитетны ягоды, чем огромное количество фруктов в рационе. Потому что исторически русский человек все-таки не ананасы ел и кокосы, он все-таки ходил за ягодами. Ягоды содержат меньше моносахаров, они более кисленькие, там органические кислоты. И у них есть большой бонус. У них огромное количество антиоксидантов в разы больше, чем во фруктах. Поэтому лично для меня, я как человек спортивный, активный, я выбираю ягоды, есть в каждый прием пищи. То есть вот в таком виде они у меня на завтрак. Это черная смородина, огромное количество витамина С. Это клубника, соответственно, и это вишня вот в таком виде. И остальные приемы пищи это просто замороженные ягоды, как мороженое. Вот многие меня спрашивают, Маша, а как ты ешь замороженные ягоды? А почему вы не задаетесь вопросом, как вы едите мороженое? Мороженое, ведь оно хранится при температуре минус 18 градусов. То же самое, у меня в бразилочке минус 18 градусов. Я беру вот эти три пакетика, достаю, себе насыпаю в такую же пиалу, сверху кладу орешки. Вот у меня десерт, похожий на мороженое. Иногда у меня ягодки еще стоят, я их медленно ем. Они у меня размораживаются в процессе и становятся такие вот полуразмороженные. Так сказать, очень приятная для меня консистенция. Если вам холодно есть замороженные ягоды из морозилки, то вы можете их предварительно разморозить, либо сразу в микроволновке разморозить. Потери, в том числе витамина С, витамина А и других витаминов в микроволновке минимальны, потому что очень быстро происходит вот эта разморозка. Поэтому размораживать в микроволновке можно и готовить в микроволновке тоже можно. Ну вот такие вот у меня ягодки здесь красивые, прекрасные получаются. Соответственно, летом можно все это делать прямо вот в свежем виде, особенно если у вас есть сад-огород и на даче вы живете. И вот такие разные орешки я использую. Орешки у меня не жареные, чтобы не окислились там жиры, полиненасыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные жирные кислоты. То есть орешки я покупаю и я ничего с ними не делаю. Я не термообрабатываю их. Вот как я их купила, я их так и храню. И соответственно в кашу я их с утра вот так вот мельчу. У меня орехи строго на счет, не больше и не меньше, потому что орехи это продукт, во-первых, который дает длительную сытость. То есть если их переесть, вам будет тяжело. Плюс орехов в том, что это концентрат полиненасыщенных жирных кислот, это много пищевых волокон. Опять же, длительная сытость и замедление поступления глюкозы в кровь. Вот, кстати, вот эти все ингредиенты мне дают длительную сытость, несмотря на то, что у меня достаточно рафинированный здесь, да, легко освояемый углевод в базе находится моего завтрака. Орехи это главным образом поставщик в наш рацион омега-3 жирных кислот. Это, конечно, грецкий орех, там их огромное количество. Это поставщик омега-9 жирных кислот. Это у меня фундук. Это у меня миндаль. Если мы орехи жарим, то, соответственно, мы сразу проигрываем и по витаминам, по минералам. Количество витаминов уменьшается при термообработке. И мы проигрываем по качеству жирных кислот. Мы покупаем дорогостоящий продукт орех, который вот как золото такое, да, золотые монетки. Вот мы сыпем, оп, полиненасыщенные жирные кислоты для мембран, для фосфолипидов, для мозга нашего, для профилактики атеросклероза, для здоровых сосудов, для красоты нашего организма изнутри. И зачем-то мы их еще жарим. Мы сразу уменьшаем эффективность этого продукта, увеличиваем количество трансизомеров жирных кислот. А как раз омега-3 жирные кислоты, которые в орешках есть, и омега-9 жирные кислоты, они окисляются очень-очень быстро. Тем более, если мы орешки еще и храним в жареном состоянии, где-то в тепле, а еще и в разломленном состоянии. То есть, есть три фактора, которые ускоряют прогоркание жирных кислот. Окисление жирных кислот это свет, это измельчение, контакт с кислородом воздуха, это температура, да, и постоянно идут вот эти процессы перекисного окисления, автоокисления. Поэтому орешки лучше всего не жарить, найти себе классного поставщика. У меня это грецкий SPB RF, пользуюсь уже много лет, всем рекомендую. Это не рекламная какая-то интеграция, действительно, я рекомендую от всей души то же самое. Вот масло у меня прекрасное в спрее, вкусвилл, мне очень нравится, extra virgin оливковое масло. Пользуюсь маслами в спрее, почему? Потому что тоже минимальный контакт с кислородом воздуха, там баллон, соответственно, вакуум. Я не подливаю, не выливаю ничего, то есть у меня сведены на нет все факторы просто окисления вот этих вот масел. И рядом с плитой я не храню, храню где-нибудь подальше. И вот орешки у меня омега-9 жирные кислоты. Орехи у меня всегда строго по счету, то есть 3-4 орешка с утра у меня грецких половинки. И 2, 2 ровно фундука и ровно 2 миндаля. Могу еще одну фундунчинку так съесть с утра, пока все это дело готовлю. Орехи у меня хранятся вот тут, подальше. Вот, я туда не лажу руками, вот так вот не ем это все горстями. То есть у меня все поверхности кухонные и во всех комнатах чистые. У меня нет вазочек, нет каких-то триггеров, которые напоминают о том, что это место, там рабочий стол или что-то, может быть местом для приема пищи. Ем я и моя семья за столом. Иногда вот сын что-то берет в комнату себе, я ему разрешаю. Я уж не такая строгая мамаша. Так как можно себе представить, там разрешаю и сладости разрешаю и так далее. Но нормировано. Конечно, и база рациона всегда должна состоять из твердого белка, сложных углеводов, клетчатки. Съел полноценный прием пищи, можно. Затем нормировано съесть там печеньки, какие-то конфеточки. Тоже все это, соответственно, с ребенком обговаривается. Итак, вот такая у меня прекрасная кашка получилась, антиоксидантная. Смотрите, здесь у меня в виде углевода идет хлопья, самокат. Это у меня достаточно легко освояемый углевод. Там небольшое количество будет витаминов группы В. То есть мне нужно набрать их за день другими крупами. И поэтому у меня в обед идет бурый рис, допустим, красный рис, черный рис. Вечером у меня тоже часто точно такой же гарнир. Очень люблю рис, поэтому вечером часто тоже рис. Бывает гречка, полба, перловка, макароны. Я часто делаю себе цельнозерновые, тоже из куцвилла. Бывает, самоката покупаю. Вот такая у меня крупа здесь. Длительного насыщения сама по себе она не даст. Но я добавляю факторы сытости. Это, во-первых, твердые орешки. Там, кстати, есть еще растительный белок, но он лимитирует по аминокислоте лизину. Поэтому вот у меня здесь полноценный белок в виде яйца. Далее у меня антиоксиданты. Просто огромный антиоксидантный индекс у каждой из этих ягодок. Гораздо выше, чем у любого фрукта. Далее у меня здесь орехи не жареные. И, соответственно, не сушеные никак, не обработанные орешки прекрасны. И вот в таком виде я эту кашку ем. Я, кстати, тот человек, который ест кашу маленькой ложкой. Вот. У меня маленькие ложечки. Я люблю это дело так тянуть, смаковать. У меня завтрак это такая, как бы длинный десерт. Вот я его как-то так воспринимаю. Далее у меня здесь вот мое яйцо прекрасное. Это полноценный белок, соответственно. Белок есть и в желтке, и в белке. Это лецитин, фосфолипиды. Все для того, чтобы синтезировать нейромедиатор ацетилхолин. Чтобы все было прекрасно с проведением нервных импульсов. И я потом пошла на тренировочку. И там что-то такое интересное где-то изобразила. Может быть на тренажере, а может быть даже и на турничке я там что-то сделала. Дальше. Здесь у нас еще витамин D. Соответственно, это жирорастворимый витамин. Прекрасно усваивается из жиров. Насыщенных жиров и яиц бояться не надо. Самое главное понимать, сколько вам их нужно употреблять. В соответствии с вашим образом жизни и уровнем физической активности. Белок в составе каждого приема пищи пролонгирует насыщение. Потому что это сложная молекула. Это полипептид. Для того, чтобы разорвать, убрать концевые различные связи в молекуле белка внутри, чтобы разорвать связи, нам нужен пепсин. Пептидазы. Ферменты нашего ЖКТ. И чем сложнее вот эта молекула, сама белка, тем сложнее ферментом справиться. Поэтому вот такой вот твердый белок, который нужно жевать. Не смузи какие-то, не йогурты с утра, которые быстро проходят по ЖКТ. Это более простая структура. Нам нужно длительную сытость, чтобы через час после еды нам не захотелось шлифануться чем-то еще сладким и так далее. То есть формируем свой прием пищи так, чтобы он нам давал длительную сытость. Поели, ушли с кухни, занимаемся своими делами. И, соответственно, на кухню приходим точечно для того, для чего кухня и создана. То есть для готовки. Готовка как хобби, как интересное какое-то занятие, как вклад в себя, инвестиция. Я вот всегда, когда готовлю, а готовлю я, честно говоря, не очень много. Потому что у меня все очень легкие рецепты. Даже рецептами их назвать нельзя. Просто готовлю в щадящей термообработке и красиво складываю на тарелке здорового питания по формату здоровой тарелки. Вот у меня мое прекрасное яичко лежит. И далее я просто сюда кладу на тарелку шоколадочка у меня есть здесь. Мне очень нравится шоколад. 85% какао. В прошлом выпуске я говорила, что делаю шоколад сама. Но как-то у меня здесь пришел ко мне таки преступление. Редко это со мной бывает. Вообще я человек неленивый и могу вот так о себе сказать. Действительно. Пришел ко мне преступление. Я его с благодарностью приняла и сказала себе. Ну вот не хочу я пока делать шоколад. Посмотрю альтернативу. И я вот купила вот такой шоколад в магазине вкусвилл. 85% какао. Отличный состав. Мне нравится. Какао тертое, сахарная пудра, какао масло, эмульгатор, лицетин, соевый. По бужу мне подходит. По вкусу мне очень подходит. Очень похож на мастеровой шоколад на самом деле. И один кусочек с утра у меня вот к завтраку по традиции всегда есть. И далее у меня всегда в составе завтрака есть еще один источник твердого белка. Это вот сыр. Я храню вот так в ланчбоксе. И обычно это у меня вот такой вот примерно такой кусочек. Сыр я выбираю всегда твердый. Мне нравится очень пармезан, палермо. Вот такие вот сорта. Сейчас у меня палермо вкусвилл, любимый сыр. Иногда беру еще палермо в озоне, тоже классный. Ну, то есть вот так вот я их кладу, и у меня получается таким образом. То есть шоколад, это у нас что такое? Это добавленный сахар небольшое количество. Да, у меня 85% какао. Значит, остальное 15% это добавленный сахар, сахарная пудра. Это насыщенные жиры и совсем немножко микроэлементов. Конечно, надеяться на то, что там огромное количество каких-то микроэлементов поступает. Шоколада нет, но антиоксиданты в хорошем шоколаде от 85% какао, конечно, есть. И сыр это, во-первых, полноценный белок. Это достаточно высокожировой продукт. То есть мы его нормируем строго. У меня где-то здесь, ну, грамм 30, наверное, вот в этом кусочке. Я сейчас просто на глаз беру, вот так вот разрезаю. Это насыщенные жиры. Во-первых, это холестерин. Холестерин важен для синтеза половых гормонов, очень важен. Также он важен для преобразования витамина D в активную форму. У нас в коже, соответственно, в организме тоже важен. Поэтому насыщенные жиры исключать из рациона не нужно. Нужно просто нормировать в общем количество жиров, нормировать и количество насыщенных жиров, и руководствоваться таким правилом, чтобы насыщенных жиров было примерно 1 треть, соответственно, от всех жиров, да, и 2 третьих. Были полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, и мононенасыщенные жирные кислоты. Они у меня здесь в орешках. Но, конечно, самое классное, если они поступают из жирной рыбы холодных вод. Потому что там есть активные формы. Омега-3 это и козапентогеновая, и докозагексоеновая жирные кислоты. Они просто являются строительным материалом, у нас и для фосфолипидов, для мембран клеток различных, и для милиновых оболочек. То есть они у нас именно входят в структуры различные, являются именно пластичным, пластическим материалом строительным, да, а не энергетическим материалом. Сыр это еще у нас кальций, фосфор, магний, витамины группы В, то есть это концентрат всех сухих веществ молока. И, в принципе, все дополняю. Я всегда свой завтрак кофе, вот в кофемашине кофе. Я всегда, соответственно, пью без молока, без сливок, без сахара и так далее. Сахзамы я не использую, не люблю. И вообще сахзамы это такой инструмент для коррекции питания людей с ожирением. То есть первоначально инструмент сахарозаменителя появился именно в диетологии. для того, чтобы людей с ожирением подстегнуть немножечко, да, к первоначальному снижению веса, убрать калорийность, но сохранить знакомую им сладость. У людей, у которых нет ожирения, нет проблем с пищевым поведением, вот таких вот зависимости, да, к сладкому и так далее, не нужно себе придумывать их на самом деле, потихонечку можно просто сокращать количество сладости рафинированной, не вводить вместо сахара рафинированного огромное количество подсластителей. Это же тот же самый сладкий вкус. Вы не меняете ничего. Вы, да, уменьшаете там калорийность, да, но на самом деле вы точно так же свой организм тренируете на то, что у меня постоянно есть концентрированная, сверхконцентрированная сладость в рационе. Я вот рекомендую, если у вас есть задача сократить количество сахара в своем рационе, нормализовать вес, просто потихоньку уменьшать количество продуктов с добавленным рафинированным сахаром и вводить туда продукты вместо этого, которые природного происхождения имеют сахара, моносахара, дисахара, глюкозу, фруктозу и так далее, но в которых помимо вот этих сахаров есть клетчатка, антиоксиданты, витамины, минералы, да, биофлавоноиды, антоцианы, это что такое? Это фрукты, это ягоды, это там киви, там очень много витамина С, огромная антиоксидантная активность, такой он кисленький, да, далее, это банан, классный на самом деле продукт, там много крахмала, то есть это полисахарид, если банан не перезревший, и он дает достаточно длительную сытость, там много витамина группы В, есть каротиноиды, также это сливы, персики, нектарины, у них маленькая калорийность, они достаточно сочные, там тоже много каротиноидов, много витаминов группы В, вот такие вот классные продукты, тоже вводить, они не такие сладкие, сладость у них средняя, чем больше у вас приторной сладости в рационе, тем вы меньше будете чувствовать вкусы цельных продуктов, и вам всегда будет казаться, что они кислые, что они не сладкие, что вот булочка-то она слаще, вкуснее и так далее, конечно, ведь там концентрированная сладость, там еще есть и жиры в этой булочке, а жиры что они делают, они такие жирненькие, они дают насыщение, человек вот поэтому их любит, вот разливается по ротовой полости. Что касается кофе и кофеина, у меня есть отдельный ролик про кофе, кофеин, ссылочка здесь внизу, кофеин, соответственно, важно употреблять в рамках рекомендуемой нормы, 200-500 мг кофеина, если у вас плохая реакция, то лучше всего кофеин во второй половине дня не употреблять, у меня очень быстрый метаболизм этот кофеина, я очень хорошо переношу кофеин, поэтому могу себе позволить и там после 4 часов выпить в составе обеда себе чашечку кофе, соответственно, без сахара, без молока пью, я кофе запиваю, кашу, и здесь, что важно, запивать иногда кофе, чаем, различные приемы пищи можно, если вы не делаете это постоянно, не пьете чай литрами, не пьете кофе литрами, очень крепкий, и у меня в составе пищи есть огромное количество витамина С, витамин С улучшает всасывание железа из негемовых источников, если мы запиваем прием пищи продуктами, содержащими танины и дубильные вещества, то есть витамин С и органические кислоты, они нивелируют вот это связывание, допустим, кальция, фосфора, магния, цинка, танинами из дубильных веществ, чая или кофе, поэтому иногда позволить себе можно, но вот это вот правило, которого все боятся, что кофе связывает железо, допустим, оно связывает, оно препятствует усвоению, но оно препятствует усвоению только железо негемового из продуктов растительного происхождения, из гречки, допустим, из, вот у меня здесь, ну тут мало железа, в моем, типа сложном углеводе, на самом деле он несложный, а легко освояемый, в моей каше железа мало, но вот из каши свяжет, но так как у меня здесь огромное количество витамина С, из моей прекрасной черной смородины, то у меня хорошо усвоится и негемовое железо, в том числе, а гемовое железо в составе яйца, оно не зависит от наличия дубильных веществ и кофеина, оно усваивается согласно потребностям нашего организма, то есть оно-то у меня из яйца прекрасно и усвоится, и на самом деле, так как я не вегетарианец, не веган, то у меня и нет приоритета набирать железо из круп, из бобовых, у меня есть мясо, у меня есть птица, рыба, у меня есть субпродукты в рационе, из которых я прекрасно наберу железо и набираю, соответственно, себя прекрасно чувствую и нет никаких анемичных состояний, поэтому смотрите, не нужно вдаваться в крайности и запивать там кофе, все приемы пищи, либо бояться запить кофе, какой-то там десерт из ягод, из орехов и так далее, добавляйте органические кислоты, добавляйте витамин С, кстати, еще и полноценный белок всегда улучшает усвоение негемового железа, а у меня здесь есть полноценный белок, кстати, вот эти все нюансы мы разбираем на моем курсе искусство здорового рациона, у меня там отдельно есть видео про и белок, про клетчатку, про усвоение различных витаминов, минералов, все это раскрываю, если вы хотите посмотреть на свое питание с другой стороны, построить действительно рацион на всю жизнь, вот такой вот комфортный, чтобы не думать, ой, боже мой, я вот сейчас запиваю кофе, наверное, это нельзя, наверное, нужно как-то по-другому, там, высчитывать минуты, пить кофе, это через полтора часа после приема пищи, или думать о том, ой, мне вот хочется сладкую после приема пищи, через час, почему это вообще происходит, а на самом деле, либо нет твердого белка, либо нет сложных углеводов, либо мало клетчатки, там, антиоксидантов и так далее, либо очень маленький прием пищи, либо промежутки между приемами пищи слишком большие, либо вообще калорийность вашего рациона слишком низкая, в соответствии, соответственно, с вашими потребностями текущими, поэтому просто нужно проанализировать весь рацион и посмотреть, вообще набираете ли вы базовую свою калорийность, для того, чтобы обеспечивать все биохимические процессы витаминами, минералами, которые поступают из питания, а витамины и минералы, они участвуют у нас в протекании различных биохимических реакций, мало витаминов и минералов, мало круп, мало магния, мало витаминов группы В, плохо будет идти цикл крепца, в результате которой получается энергия АТФ, малая энергия АТФ вот этих молекулок образуется, у нас что такое состояние? Только встал, сразу устал, слабость, вялость и так далее, постоянно, перманентная, что мы с этим делаем? Обычно люди просто покупают БАК Магний В6 или затаривают там кофейком, или шоколадки едят, думают, что глюкоза поступит в мозг, сейчас будет вот прям вот классно, на самом деле нет, надо просто начать потихонечку вводить там нерафинированные крупы, начать питаться на свою калорийность рациона, начать вводить вот антиоксиданты в виде ягод, фруктов и так далее, вместо большой булочки взять половиночку, а вместо другой половиночки съесть яблочко прекрасное, можно там половинку банана взять, можно сделать микс себе, после приема пищи, из различных там ягод, фруктов, и, соответственно, вместо печенюшек съесть что-то более ценное, важное для организма и нутритивно богатое. Ну что, я сделала свой завтрак, вот так я ем каждый день, овсянку есть можно, овсянка кальций не вымывает, потому что овсянка это не приоритетный источник кальция, абсолютно, там кальция мало, а кальций мы откуда набираем? Из продуктов животного происхождения, по большинству своему, конечно, в кунжуте, в петрушке, в рукколи, в других продуктах, в маке, допустим, в семенах че, в орехах, которые у меня здесь есть, тоже есть кальций, но он усваивается, конечно, хуже, чем из любого продукта животного происхождения. Поэтому на первом месте по набору нормы кальция будут продукты животного происхождения, допустим, молочные продукты и другие продукты, сыр, а далее уже будут идти продукты растительного происхождения, откуда мы кальций тоже добираем, да, это важные продукты, И тоже из них можно брать и фосфор, и кальций, и магний, и другие различные нутриенты. Кстати, кофе без сахара и без молока это напиток. А когда вы добавляете туда что-то калорийное, допустим, молоко, это же калории, это белки, жиры, углеводы, на них выделяются ферменты. Соответственно, это будет уже прием пищи. Если вы выпиваете кофе между приемами пищи, с чем-то, с молоком, со сливками, с кокосовым молоком, может там орешек, то, соответственно, это тоже отдельный прием пищи для нашего организма. Для нашего организма перекусов не существует. У него же там нет внутреннего датчика, он не переключает. Так, это перекус, чик, это прием пищи, обед, это перекус, это прием пищи, ужин. Нет, для него каждый прием пищи это просто прием пищи. Прием пищи 1, прием пищи 2, прием пищи 3, прием пищи 4. И такие приемы пищи просто делятся по составу нутриентов, соответственно, и по объему. Поэтому завтрак – это прием пищи. Далее, если у вас перекус, это тоже прием пищи. Если у вас далее еще 10 перекусов, то это 10 приемов пищи. Или вместе с другими приемами пищи получается их всего 10. С вами была Мария Сафина, пищевой технолог, нутрициолог. Рада быть полезной для вас на моем канале. Скоро будем снимать другие различные рецепты, в том числе приготовление ужина, обеда, по правилу здоровой тарелки. Сегодня мы делали завтрак по правилу долгой сытости. То есть долгая сытость – это что такое? Это твердый белок, у меня это яйцо, также растительный белок в составе крупы, овсяных хлопьев, в составе орешков. Далее это плюс сложный углевод. У меня здесь не очень такой сложный, достаточно легко усвояемый, но это нужно лично мне. Вы можете взять более нерафинированный углевод, какую-то нерафинированную бурую крупу и сделать ее аль денте. Две трети готовности. Сложные углеводы. Далее у меня здесь также есть еще и простые углеводы. Это моносахара. И в составе орешков, там чуть-чуть есть сахарозы. Сахарозы, кстати, это дисхарид. Также в составе ягодок у меня тоже есть сахара. В составе шоколадки у меня есть чуть-чуть рафинированного сахара. Не бояться, но нормировать. Далее клетчатка. Клетчатка у меня здесь в составе ягод, в составе орешков. И также небольшое количество клетчатки в составе хлопьев. Если бы это были более нерафинированные источники углеводов, то клетчатки было бы больше. Далее, кстати, не сказала, что у меня здесь есть еще полноценный твердый белок в составе сыра. И плюс жиры, которые, конечно, тоже пролонгируют насыщение, потому что они усваиваются медленно. Это сложные молекулы. Они некоторое время находятся в желудке. И затем уже у нас в 12-перстной кишке они расщепляются на жирные кислоты и на глицерин, трехатомный спирт. И затем уже из этих соединений синтезируются те жиры, которые нужны для нашего организма. Там три глицериды, допустим. Жиры у меня здесь и насыщенные, и полиненасыщенные, и мононенасыщенные. Кстати, в орешках не только есть полиненасыщенные жиры, там и насыщенных жиров тоже немножко есть. И крахмала там тоже есть. Видите, как интересно построено на самом деле наше питание. Если вам важно заглянуть в мир нутрициологии и наконец-то превратить свой рацион из хаотичного в упорядоченную систему, комфортную вам, я буду рада видеть вас на своем курсе «Искусство здорового рациона». Ссылочка на курс здесь внизу. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я делюсь своими различными новостями из других социальных сетей. Ссылочка на канал тоже здесь внизу. Увидимся с вами в следующих роликах. С вами была Мария Сафина, пищевой технолог, нутрициолог. Пока-пока. Прекрасного вам дня.